Средства Дорожного фонда Республики освоены в минувшем году не полностью, лишь 93%. Основная причина отставания – районные власти не нашли средств на софинансирование, хотя необходимые суммы были обозначены еще в начале года. Общий остаток составляет более 9 миллионов рублей. Чтобы не повторять ошибок прошлого года, глава Республики призвал руководителей муниципалитетов тщательнее проводить конкурсы на ремонт и реконструкцию, а также как можно раньше приступать к реставрации дорог. На совещании по вопросам развития городской уличной дорожной сети побывал мой коллега Дмитрий Ковалев. Ямы, колдобины, а на некоторых участках машины и вовсе застревают в глубокой колее. Многие новочебоксарские трассы ремонта даже текущего не видели на протяжении 10 лет, а то и больше. Наступило время решать наболевшую для города проблему. В прошлом году власти пустили большие ресурсы на реконструкцию двух основных магистралей. Новый асфальт положили на улице Пионерской. На въезде в Новочебоксарск вместо обычного перекрестка появилось транспортное кольцо. Оно разгрузило проходящий здесь поток автомобилей. Раньше на этой дороге часто появлялись пробки. Финансирование и реконструкция дорог производилось из Республиканского дорожного фонда и местного бюджета и составило в 2012 году 82 миллиона рублей. Со стоимостью заключенных контрактов 86 миллионов. От проведения аукционов получен экономический эффект в размере 27 миллионов и 742 тысячи, что составляет 23% от первоначальных сумм, что позволило направить данные средства на дополнительную реконструкцию дорог в городе Новочебоксарск. Солидные средства направили и на ремонт дворовых территорий. Всего за прошлый год в городе Спутники удалось реконструировать почти 3 километра. Но проблемных участков еще много. На этой карте красным цветом помечены дороги, которые пока только планируют отремонтировать. В следующем году работы проведут на шести участках. Войдет в этот список и магистраль по улице Промышленная. Многие автомобилисты сравнивают ее со стиральной доской. На пути десятки глубоких ям. В этом году в Новочебоксарске планируют отремонтировать более 5 километров и построить новую дорогу. Она соединит два отдаленных микрорайона. Дороги, требующие реконструкции, выбирать не пришлось. Улица Пионерская с момента строительства без капитального ремонта. Улица Южная фактически не была завершена с банкротством акционерного общества «Строитрест» номер 4, который брал на себя обязательства по строительству микрорайона. Улица Воинов-интернационалистов. Улица Винокурова. Деньги на ремонт уже заложили, но не на все объекты успели оформить проектно-сметную документацию. Пока перед подрядчиками готовы разыграть всего лишь два лота. Михаил Игнатьев призвал местных властей не срывать сроки. В прошлом году к реконструкции одного из участков дорожники приступили в конце лета. А уже осенью им пришлось догонять время и работать в три смены. Все зависит теперь, значит, какая улица первичная, где быстрее все будет проходить, от подготовленной проектно-сметной документации. Ибо мы средства в общем заложили. Когда будем сейчас распределять на уровне правительства, и это мы обязаны сделать уже в марте месяце, там общее строка есть, депутаты и госсоветов тоже поддержали. Все из тем, что мы только начинаем. А в дальнейшем, конечно, пойдет нам два года, мы должны прийти к тому, чтобы уже каждый объект, он в бюджете Чувашской республики был предписан. Собравшиеся отметили, что новочебоксарские власти сработали на отлично, полностью освоив все выделенные средства. Но есть и антирейтинг. Туда попало шесть муниципалитетов. Хуже всего сработал Красночитайский район. Здесь на ремонт дорог пустили всего лишь 200 тысяч из запланированных трех миллионов рублей. В чем причина? Во-первых, несвоевременное обеспечение размещения заказа. К сожалению, районные власти на местах не вовремя и не всегда вовремя производят конкурсные процедуры, но это причина одна из нескольких. В основном, перечисленные районы не нашли средств на софинансирование, хотя указанные суммы были доведены в начале года, и, соответственно, побеспокоиться об этом должны были бы в самом начале года. Никаких сбоев быть не должно, отметил глава республики. Власти города-спутника все необходимые документы обещают оформить уже до конца февраля. Работы должны начаться вовремя. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.